Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает Жанна Сидхан. И коротко, главное. Мясная ОПГ. Почти 50 человек попали под следствие по делу о хищении 3 миллиардов тенге в Кустанайской области. Кто и на чем разворовывал деньги? Появились новые подробности страшного ДТП, в котором погибли 8 октябринцев. Операция будет стоять, потом дальше реабилитация будет. Что ждет выживших и виновных в аварии? Выпускник престижного вуза и бывший программист вырастил 100 тысяч тюльпанов к 8 марта. Принято думать, что цветы в основном в южных регионах выращивают. Мы хотим сказать нет этому тренду. Как востребованный специалист решил сменить профессию и почему развернул агробизнес на севере? Почти 50 человек, в том числе фермеры, чиновники и ветеринары попали под следствие по подозрению в хищении бюджетных денег. Махинации проворачивали субсидиями, выделенными на нацпроект развития агропромышленного комплекса в Кустанайской области. О завершении расследования по делу мясной ОПГ сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Сумму ущерба государства оценили в 3 миллиарда цинге. Из них на этапе следствия возмещено 107 миллионов. Правоохранители считают, что организовал преступную группу директор мясокомбината ТО «Бифэкспортгрупп». Последнего также поймали на издевательствах над госслужащим, который проводил налоговую проверку на предприятии. В целом, членов ОПГ подозревают в уклонении от уплаты налогов, незаконной предпринимательской деятельности, легализации имущества, добытого преступным путем, дачи взятки и подделки документов. Также по делу в качестве подозреваемых проходят руководители и представители 30-ти крестьянских хозяйств в Кустанайской, Актюбинской, Североказахстанской, Павладарской и Западноказахстанской областей. Предъявлены подозрения трем должностным лицам Управления сельского хозяйства Акимата Кустанайской области, совершившим пособничество в хищении денежных средств и взяточничества. Семи ветеринарным врачам предъявлены обвинения в подделке документов, внесении в информационную систему, соведомо ложной информации, а также получении незаконных вознаграждений. Появились новые подробности страшного ДТП, которое произошло накануне в Актюбинской области. Пострадавших готовят к операции, рассказали врачи. У супругов диагностировали сотретение мозга и с черепно-мозговую травму. Мужчина, сидевший за рулем, получил также перелом плечевой кости, а у его жены оказалось сломано ключица. По словам медиков, пациенты находятся в сознании. Операция будет стоять, потом дальше реабилитация пойдет. Сейчас пока состояние стабильное, жизни не угрожаешь. Вчера осмотрили специалисты, всеми узкими, все дополнительно проводим. Вместе с родителями в машине ехал и их 15-летний сын. Мальчик получил сотрясение мозга и множественные порезы лица. Сейчас он находится в областной детской больнице. Напомню, жуткая авария произошла накануне на трассе Актюбин-Астрахань. Лоб в лоб столкнулись автомобили Тойота Хайлюкс и Лада Ларгус. Последняя от удара загорелась. На месте погибло 7 пассажиров и водитель. Среди погибших четверо детей самому младшему было 5 лет. До 2 миллионов тенге компенсацию ущерба заплатят родители школьников-лжетеррористов. Об этом рассказали в полиции. Напомню, несколько недель подряд регионы Казахстана будоражили телеграм-каналы с угрозами нападений на школы. В двух случаях удалось найти авторов ложных сообщений. Ими оказались дети. Что будет с ними после наказания и как отбить охоту остальных подростков к подобным шалостям, разбирался Алихан Саракхазеев. Актюбе, Атерау, Алматы, Павладар, Караганда и Костанай раз в несколько дней с 25 января пугали нападениями на школы. Почерк один и тот же. Фото оружия из интернета, угрозы о мести и массовых расстрелах. В итоге тысячи родителей не пустили своих детей на уроки. Позже окажется, автор создавал фейки в одной из стран СНГ. А уже потом казахстанские школьники копировали их и тоже рассылали в мессенджеры. На этом поймали семиклассника из 15-й школы Караганды и ученика 4-го класса из Костанайской школы гимназии номер 3. Их родители заплатят крупный штраф. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителями будет возмещен ущерб, причиненный государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов образования. Размер ущерба может достигать 2 миллионов тенге. По закону за заведомо ложное сообщение о пакте терроризма предусмотрен штраф в 5000 МРП. Это 18 миллионов тенге или даже реальные сроки. До 5 лет тюрьмы. Но со школьниками другая история. Им предстоит пройти исправительную психологическую программу в месте своего обучения, то есть в школах. К слову, психологи подобное поведение связывают с тем, что юные нарушители закона могли столкнуться с бытовым насилием дома. Мало кто понимает, на самом деле, насколько влияние сильно идет агрессии семьи на ребенка. И вот здесь родители часто не берут эту ответственность на себя. Скидывают это на проблему гаджетов. Часто дети в игре, наоборот, отыгрывают свою агрессию. Но вот сама игра, как бы, она не усиливает их желание агрессировать просто в мире в большом. Она просто дает возможность выхода чаще всего их агрессии. Специалисты рекомендуют родителям школьников обратиться в первую очередь к себе и подумать, о взаимодействии ли я со своим ребенком. К слову, в школах столицы даже готовы помочь в этом мамам и папам. С сентября месяца в каждой школе создали кабинеты, центры педагогической поддержки родителей. Провели более 500 мероприятий во всех городах, по всему городу, да, охватили 18 тысяч родителей. С октября месяца мы в городе создали 5 районных, 5 центров психологической поддержки наших детей. Туда уже обратилось около 800 наших детей и родителей. К слову, за минувший год казахстанская полиция возбудила 215 уголовных дел по фактам лжетерроризма. Среди подозреваемых 19 несовершеннолетних, двое уже осуждены. И немного о неудачном романтическом поступке. 33-летнего россиянина арестовали за то, что приехал на белом коне к жене. И не просто, а в квартиру аж на пятом этаже. Позже он признался, был сильно пьян и не понимал, что делал. Кемеровская полиция оформила протокол о мелком хулиганстве. Мечтатель провел сутки за серыми прутями под арестом. Обещал больше никаких кобыл домой не приводить. Перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией обсудили на встрече в аккорде глава государства и министр энергетики Королевства Абдул-Азиз Бен Салман Аль-Сауд. Аравийские гости рассказали о перспективах совместного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 гигаватт в области ЖТСУ, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере зеленой энергетики. По итогам встречи подписано межправительственное соглашение по строительству энергобъекта. Касымжумар Тукаев подчеркнул, что отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня. Казахстанские студенты-кулинары пройдут 10-месячную стажировку во Франции. Это позволит будущим поварам поближе познакомиться с лучшими традициями и стандартами мировой кухни. Правда, перед отправкой ребятам предстоит выучить язык. К слову, по межправительственному соглашению об открытии французских учебных заведений в Казахстане и преподавании языка в школах уже делаются первые шаги, отмечает руководитель столичного управления образования. Открыли еще один кабинет изучения французского языка в данном колледже. Это первая практика в колледжах именно. У нас в школах города есть двух школах с углубленными изучением французского языка. И самое хорошее и позитивное здесь, что будут подписаны соглашения между колледжами с французской стороной о совместном разработке образовательных программ и стажировке наших студентов во Францию. В столице официально заработала ассоциация последователей Эскофье в Казахстане. Эта организация объединяет 10 тысяч поваров, 80% которых обладатели мишленовских звезд. Отныне в их рядах будут и 7 выдающихся представителей казахстанской гастрономии. Генсик ассоциации поделился планами работы в нашей стране, а еще признался, что находится под впечатлением от знакомства с кумысом. Я сегодня попробовал кумыс. Для меня это вкус неизвестный, очень интересный и сильный. Принимая во внимание опыт, базу кулинарную и традиции, мы будем развивать казахскую кухню, чтобы вывести на мировой уровень. Мы преследуем цель развивать и казахскую гастрономию. У вас есть чем гордиться, есть что показать. 100 тысяч тюльпанов вырастил программист из Павлодарской области к 8 марта. Идея заняться цветоводством к молодому человеку пришла спонтанно. По профессии он IT-специалист и несколько лет работал на юге Казахстана. Но ради цветочного бизнеса парень бросил успешную карьеру и переехал в более холодный климат. Раиса Моргунова с подробностями. Выпускник казахско-британского университета Махмуд Турсын родом из маленького села в Павлодарской области. Он получил хорошее образование, строил успешную карьеру. Но в 25 лет решил вернуться на родину, чтобы выращивать цветы. Предприниматели рассказывают, что северный климат очень благоприятель для выращивания голландских тюльпанов. Луковицам достаточно обычной местной земли, воды и должного ухода. В этом году решили сделать новый тренд, попробовать вырастить по голландской технологии в местных условиях. Луковица, из которой выращивается тюльпан, привезена из Голландии. Заказ делается за год вперед. Анализируя, что выращивают основные тепличники, это овощные культуры, но мало кто выращивает цветы. Так как у нас принято думать, что цветы в основном в южных регионах выращивают, мы хотим сказать нет этому тренду и вырастить здесь, на северных регионах, свои местные цветы. В маленькой деревне Караоба, выращивая цветы в теплице на 300 квадратных метров, Махмуд и его бизнес-партнеры уже смогли стать одними из крупных поставщиков в Казахстане. Чтобы сделать такой успешный старт, бизнесмен воспользовался льготной программой кредитования Аул Аманат. Получили кредит через Аул Аманат, 7 миллионов 200, что позволило нам тоже под низкий процент более-менее это дело освоить побыстрее, развиваться быстрее. Радует, что образованная молодежь возвращается в село и помогает экономическому развитию своего региона, Махмуд берет на работу местных безработных жителей. Так хорошо его воспитал отец. Сейчас в зимнем саду в две смены трудятся 15 человек. В планах у предпринимателя построить еще пять таких теплиц. А так как тюльпаны – это занятия сезонные, в остальные месяцы Махмуд собирается выращивать овощи и другие виды цветов, например, пионы или зиантусы. Раиса Моргунова, Арман Якубов, Астана Таймс, Павлодарская область. Еще немного о цветочном бизнесе, Каспий-переводах и финансах в авторской рубрике «Иркали Рамазанула экономика». С новостями экономики в ближайшие несколько минут вас познакомлю я, Еркали Рамазанула. В Казахстане снижается сбор местных цветов, а поставки из-за рубежа растут. Такую статистику приводят аналитики Финпром. Объемы тепличного цветоводства за прошлый год сократились почти на 40%. С 18 до 10,5 миллионов. Виной всему сложные погодные условия нынешней зимой, нетипичные для теплых южных регионов страны. Повысить зарплату и юр-статус школьных психологов предложили в Сенате. Депутат Галиаскар Сарыбаев считает, что в Казахстане недостаточно развита система оказания психологической помощи, особенно на селе. Из-за этого несвоевременно выявляются проблемы молодежи, а сами они не получают необходимую поддержку. Ведь первые проблемы в психологическом состоянии и поведении детей определяются в дошкольном и школьном возрасте. Поэтому особое внимание педагогов-психологов необходимо уделять повышению доступности и качеству индивидуального сопровождения школьников. Однако в этой сфере имеется ряд проблем. Один психолог обслуживают до 2000 учеников и детей с особыми образовательными потребностями. Специалисты психологической службы в настоящее время испытывают колоссальную нагрузку и порой не успевают оказать помощь всем тем, кто в ней нуждается. Три критерия, по которым будут проверять мобильные переводы, назвали в Минфине. Под мониторинг попадут 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд. При этом сумма этих платежей за три месяца должна в совокупности превышать 255 тысяч тенге. Вице-министр Ержан Бержанов объяснил, из чего складывается именно такая сумма. На сегодня минимальная заработная плата это 85 тысяч тенге. Три месяца это у нас 255 тысяч тенге. В соответствии с предпринимательским кодексом для постановки индивидуальным предпринимателям требуется получение дохода 12 минимальных заработных плат. Это более миллиона тенге. Поэтому если три месяца по 85 тысяч приходят и срабатывают еще два признака, только в том случае данные платежи будут характеризоваться как предпринимательской целью. И напоследок о ситуации в обменных пунктах Астаны. Американский доллар закрепился на отметке в 452,5 тенге. Средняя стоимость европейской валюты составила 490. Что касается российского рубля, то его можно приобрести за 4 тенге 95 тен. На сегодня все. Увидимся через неделю. Касым Жумар Тукаев поздравил соотечественец с наступающим праздником. В своем выступлении президент отметил роль женщин в казахстанском обществе. Глава государства подчеркнул, что почитание матерей и заботливое отношение к дочерям в крови у казахского народа. Восьмое марта это праздник весны, символизирующий красоту, добро и тепло. Мы, мужчины, высоко ценим, уважаем и любим вас. Женщины у нас неизменно пользуются особым вниманием и признанием. Только то общество, в котором чтят женщин, можно назвать культурным и цивилизованным. Наш мудрый народ всегда почитал матерей и окружал заботой дочерей. Такое отношение испокон веков у нас в крови. Президент выразил признательность всем женщинам, которые наравне с мужчинами трудятся во благо нашей страны. Он подчеркнул, что государство продолжит оказывать им необходимую поддержку. Касымж Мартукаев отметил предоставление специальных квот в органах представительной ветви власти, а также увеличение доли женщин в парламенте и маслихатах. И пообещал продолжить работу в этом направлении. Немало женщин активно занимаются предпринимательской деятельностью. Многие из вас добились успеха в производстве, науке и спорте. Подавляющее большинство педагогов в Казахстане – женщины. Вы прививаете подрастающему поколению патриотизм, знания, трудолюбие, участвуете в укреплении здоровья нации. Ваш вклад в процветание Казахстана достоин самой высокой оценки. Глава государства также вручил призы победительницам конкурса «Аруана» на лучший женский проект. Награды за реализацию социально значимых проектов в различных сферах и вклад в развитие гражданского общества распределились по шести номинациям. В их числе агробизнес, креативная индустрия и популяризация национального культурного наследия. Женщины, связавшие свою судьбу со службой в вооруженных силах, тоже принимают поздравления. В канун главного весеннего праздника в Минобороны чествовали военных спортсменок, врачей, специалистов госпиталей. Глава оборонного ведомства Руслан Жаксылыков поздравил их с Международным женским днем и выразил искреннюю благодарность за труд. К слову, в армии Казахстана служат более 12 тысяч женщин, из них около 800 офицеров, свыше 6 тысяч военнослужащих по контракту и 5 тысяч гражданских служащих. 25 женщин имеют воинское звание полковник, отметили в Минобороны. Для меня большая ответственность и гордость представлять вооруженные силы на международной арене. Я очень горда этим, так как с самого детства я знаю, что такое дисциплина, что такое вооруженные силы, потому что мой папа десантник, мой дедушка десантник. Моя работа заключается в том, обеспечивать личный состав продовольствием вещевой службы. Благодарю министра обороны и руководство министерства в столь заоказанный прием. Также хочу поздравить женщин с наступающим 8 марта, пожелать им здоровья, счастья, любви. Проблему домашнего насилия, ранней беременности и репродуктивного здоровья обсудили эксперты в Астане. Общественная дискуссия на тему здоровья женщин и здоровья нации состоялась на диалоговой площадке Бертолкунда молодежного крыла Жастар Руха Партиаманат. В ней приняли участие депутаты Мажелиса, преподаватели университетов и студенты. Так, согласно официальным данным, за последние 4,5 года от домашнего насилия в стране погибли почти 900 человек. Причинен тяжкий вред здоровью более 2000 граждан, в свою очередь Мажелисвумен Жудус Сулейменова, напомнила, что наказание в отношении агрессоров будет ужесточаться. Еще одной темой встречи стали система охраны женского здоровья. Женское здоровье – это здоровье всей нации, поэтому мы должны с раннего детства заботиться о ней, предостерегать себя от различных инфекционных, хронических заболеваний. Женское крыло партии активно работает в этом направлении. Одна из наиболее часто обсуждаемых тем в области здравоохранения – бесплодие женщин и мужчин. Их число в стране растет из года в год. По словам профессора Медицинского университета Астаны Жанерки Ажетовой, за последние три года на программы ЭКО выделили 7 тысяч государственных код. Многие также подают заявки на платную процедуру, а депутат Мажелиса Гульдара Нуромова подняла вопрос об участившихся фактах беременности среди девочек-подростков. По статистике в антилидерах по этому показателю Мангистауская, Туркестанская и Жамбылдская области. Женское крыло партии работает по десяти приоритетным направлениям, одно из которых – здоровье. Цель состоит в том, чтобы улучшить качество жизни женщин, укрепить семейные ценности и постоянно следить за здоровьем женщин. Для достижения этих целей был разработан систематический план. Также среди подростков освещены различные важные направления. Профилактика ранней беременности, обсуждение интимных вопросов, поддержание здорового питания. Жительниц Восточного Казахстана в канун праздника поздравил Аким региона. От имени главы государства он вручил им благодарственные письма. Как отметил Ермек Кущербаев, женщины каждый день наравне с мужчинами выполняют сложные и ответственные задачи, достигают новых профессиональных высот, но неизменно остаются надежными хранительницами домашнего очага. Ирина Якунина с подробностями. Среди тех, кто сегодня получил благодарственное письмо президента, Майраба Секанова. Больше 40 лет она возглавляет детский дом УМИД. Сотни ребят считают Майрубой Мухановну своей мамой. Она дает им путевку в жизнь, раскрывает таланты. Женщина всегда остается женщиной, потому что ответственность большая, потому что они начатое дело доводят до конца, потому что это женщина. И вы знаете, и погода сегодня такая яркая, прекрасная. Я посмотрела на всех, какие они все красивые. Пусть наш Казахстан процветает. Наталья Свахина предприниматель. Она делает уверенные шаги в туристическом бизнесе. В селе Зимовьё, где уникальная природа тайги, Наталья реализовала свой проект и открыла не просто туристическую базу, но и ферму. И теперь кормит туристов натуральной полезной едой. В настоящее время существует очень много мер государственной поддержки предпринимательства. То есть, знаете, если раньше казалось, например, что государство – это просто налоги, штрафы, то сейчас уже понимаешь, что на самом деле государство – это надежная такая опора, поддержка государства, когда ты можешь обратиться к каким-то вопросам, когда ты можешь почувствовать эту поддержку какими-то государственными программами. Поэтому будем идти вперед. В беседе с женщинами Ермек Кашербаев отметил, что сегодня трудно назвать хоть одну сферу деятельности, где бы не работали представительницы прекрасного пола. И всегда чувствуются их заботливые руки и теплота сердец. Хотелось бы вас поздравлять каждый день. Всем лучшим мы обязаны действительно вам. И сегодня то, что у нас женщины гармонично сочетают заботу о семье, домашнем, о чаде с успешной карьерой. И успешно проявляют себя в сферах жизни. У нас есть кем гордиться. И есть чем гордиться тем свершениями, которые женщины в нашем регионе сделали. В преддверии нашего Нового года, в преддверии нашего праздника всенародного наурез, 8 марта – это отличное такое начало вступления весеннее. Все собравшиеся делились историями успеха. Каждой вручили подарки. Еще свыше 11 тысяч многодетных мам региона получили выплаты к 8 марта. Кроме того, состоялся праздничный концерт, посвященный весне и прекрасным дамам. Первая ничьи взгляда может сердце к нам воскресить. Ирина Якунина, Рина Джумагулов, Астана Таймс, Усть-Каменогорск. Подвески Алтан и Кумыс Алка, благодарственные письма и почетные грамоты в преддверии Международного женского дня получили и жительницы Северного Казахстана. Аким области ГАУЭС Нурмухамбетов поздравил представительниц прекрасной половины региона с главным женским праздником в году. Анастасия Дроняк продолжит. Красивые и улыбающиеся с прихода весны расцвели североказахстанские женщины. Сегодня накануне одного из любимых ими праздников они собрались в зале Казахского музыкально-драматического театра. А со сцены звучат слова признательности и поздравления от главного мужчины региона, ГАУЭСа Нурмухамбетова. Для каждого из нас нет на свете никого дороже матери. Особое значение имеет народная мудрость. Отец воспитывает сына, мать воспитывает нацию. Благородные качества совершенного человека, о которых говорил великий Абай, передавались из поколения в поколение благодаря нашим матерям, отмечает президент нашей страны Касымжумар Кемелевич Тукаев. Только вы, женщины, способны создавать радушную атмосферу на работе и в семье, брать на себя повседневные заботы в доме и о детях, быть для них нравственным примером. Сегодня женщины региона достигли высоких результатов во всех сферах – образовании, медицине, правосудии, правопорядке, бизнесе и многих других. Но кроме успешной карьеры они успевают быть хорошими женами и матерями, при этом иногда воспитывая сразу несколько детей. Яркий тому пример – многодетная Маджан Бутарайхан из Аиртаусского района. В преддверии праздника ей вручили подвеску «Алтын-Алка». Работаю в Лобанской середине школы, учителем химии, биологии, географии. Мне очень нравится своя работа. Также мы воспитываем супругу семерых детей. Тоже учится в школе полтора годика, старшим 16. Также в этот день почетными грамотами и благодарственными письмами отметили Североказахстан, которые трудятся на благо развития региона. Среди них педагоги, спортсмены, заводчане, госслужащие, полицейские, актеры, спасатели, военнослужащие и многие другие. Ярким завершением праздничного собрания стал концерт с участием творческих коллективов областного центра и столицы. Анастасия Дроняк, Евгений Мутыль, Астана Таймс, Североказахстанская область. Праздновать на УРЭС начали в столичном филиале Аманат. Там прошел городской турнир по Атокску-Малаку среди членов партии. Университеты, нацкомпании и организации собрались и выставили своих лучших игроков. Победителем стала команда Аль-Фараби местного дворца школьников. В филиале партии намерены проводить конкурсы и состязания по национальным видам спорта каждую неделю. Таймс Кумалак особенно полезен для подрастающего поколения. Его называли математикой пастухов. Наши предки любили эту игру. Она развивает логику. Детям хорошо начинать играть примерно с третьего класса. Помогает быстро принимать решения и учиться, думать. И в завершении выпуска о погоде на праздничные выходные. 8 и 9 марта синоптики обещают осадки в большинстве регионов. В основном снег, а на юге сильные дожди. По всей республике прогнозируют усиление ветра. На западе, севере и в центре туман. В 9 регионах даже объявлено штормовое предупреждение. Что касается температуры, в западных областях столбики термометров поднимутся до плюс 8 градусов. В северных до минус 4. В южных обещают до 20 градусов выше нуля. А коллектив телеканала «Астана» желает вам яркого праздника. Пусть теплопоздравлений и свет женских улыбок ускорят наступление весны. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова